Здравствуйте! Сейчас мы с вами создадим игру, в которой кот будет бегать по лесу и собирать яблоки и уворачиваться от ёжиков. Главное в этой игре это движение кота. Движение кота будет в стиле персонажей многих игр, типа Марио. Он будет иметь возможность бегать влево-вправо и прыгать и в процессе полета тоже перемещаться либо влево, либо вправо. Сейчас это я продемонстрирую. Запускаю игру. Нажал на флажок. Смотрите, кот бегает, прыгает и в процессе полета я могу управлять траекторией его движения. Такое часто встречается в играх. Так, вот ёжик меня поймал, всё. Игра окончена. У меня счёт 2 яблока. Такое часто встречается в играх, типа Марио. Вот. Как это сделать? Давайте приступаем к работе. Я открою новую вкладку для скретч. Котик у меня уже есть. Осталось добавить остальные спрайты. Добавляем яблоко. Далее добавляем спрайт с деревом. Здесь, если хорошенько промотать вниз, можно найти дерево. вот он. Так, добавляем дальше. А, ёжик ещё добавляем. Ёж, это будет наш противник. Встреча с которым для кота заканчивает игру. Ну и добавим фон. Так, всё добавлено. Теперь давайте расставим до моста. Так. И размеры немножко изменим. Например, дерево. Попробуем поставить размер 200. Так, вот. Уже хорошо. Затем, для кота поставим размер где-то на 70%. Вот. Уберем его в правый угол подальше от ёжиков. Так, ёжу поставим размер 60%. Больше ёжики. Яблоко. Пусть яблоко будет таким. Теперь. Следующий шаг. Запрограммируем движение кота. Это самое важное в сегодняшнем уроке. Для начала мы сделаем, чтобы он мог прыгать вверх и вниз. Начинаем с блока события, когда флажок нажат. Сейчас масштаб увеличу. Чтобы было лучше видно. Так. И после этого с блока управления берём блок повторять всегда и внутрь него ставим два цикла. Повторить 10 раз. Первый цикл для того, чтобы кот летел вверх, второй, чтобы летел вниз. Повторять будем по 40 раз. Так, что мы будем делать? Мы сейчас добавим внутри каждого цикла блоки. Изменить Y на 10. Изменение Y – это изменение координаты кота вверх-вниз. То есть, вначале он летит вверх. Только не на 10, а на 3 давайте поставим. Затем он у нас летит вниз. Минус 3. Вот. Давайте проверим. Флажок нажимаю. Кстати. Ошибся. Сейчас он у меня будет всё время летать. А нам нужно летать, только когда нажат пробел. Мы забыли ещё блок если то. Вот. Ставим его. Таким образом. Сначала повторять всегда, затем если то. И внутри него повторить 40 раз, повторить 40 раз. Так. И нам понадобится сенсор для определения нажата или клавиша пробел. Это сенсоры. Голубого цвета. Берём блок клавиши пробел, нажатый. Ставим. Всё. Готово. Так. Возвращаем кота на землю. Нажимаем флажок. Всё. Кот стоит, не прыгает. Нажимаем на пробел. Смотрим, что произойдёт. Так. Кот подлетел. Кот упал вниз. Всё. Но пока в процессе полёта он не может выдаться влево-вправо. И пока бегать не может тоже влево-вправо. Нам это надо сейчас сделать. Ещё раз берём, когда флажок нажат. Затем из блоков движения возьмём блок «Установить способ вращения влево-вправо». Это чтобы, когда он бежал, когда мы нажмём стрелку влево, чтобы он бежал вниз головой, а развернулся. Так. Затем повторять всегда. И внутрь этого повторять всегда. Два раза перетащим, если то, если то. У нас будет стрелка влево, стрелка вправо. Так. Ну, давайте сразу сенсор возьмём. То есть, если клавиша пробел нажата, если клавиша пробел нажата. Тут у меня стрелка влево. Тут у меня стрелка вправо. Теперь. Когда мы нажимаем стрелку влево, мы должны будем повернуться в левую сторону. Берём из синих блоков повернуться на 90. Направление 90. Также берём идти 10 шагов. То есть, мы сначала поворачиваемся, потом идём 10 шагов. Только там, где стрелка влево, мы 90 изменим на минус 90. Давайте проверим. Нажимаю на флажок. Так. Нажимаю влево бежит, нажимаю вправо бежит. Кстати, бежит некрасиво. Он должен ещё перебирать ножками. Это у нас внешний вид. Следующий костюм. Ставим после идти 10 шагов. Проверяем. Нажимаем на флажок ещё раз. Всё. Бежит, перебирает лапками. Теперь попробуем в процессе бега подпрыгнуть. Всё. Видите? Он впрыгнул. И даже в процессе полёта можно менять направление. Так. Готово. Движение кота сделает. Теперь сделаем так, чтобы можно было собирать яблоки. Яблоки у нас будут... Переключаемся в правом нижнем углу на яблоко. Начинаем программировать. Яблоки у нас будут клонироваться. Потому что их должно быть в игре много. Кот их будет собирать. Они будут исчезать. Коту будут начисляться очки. Чтобы сделать много яблок, их нужно клонировать. Это событие, когда флажок нажат. Затем будем работать с блоками управления оранжевого цвета. Тут есть... Повторять всегда. Наш бесконечный игровой цикл. И здесь поставим... Ждать одну секунду. Будем с интервалом... Давайте пять секунд поставим. Интервалом пять секунд создавать яблоки. Затем... Вот мы подождали пять секунд. И мы создаём клон яблока. Создать клон самого себя. Начали создаваться клоны. Далее. Уже нам нужен блок. Когда я начинаю как клон. Что же делает клон яблока? Он переходит в определённую координату. Сейчас я укажу. Это блоки движения синего цвета. Перейти в XY. Вот. Только. Мы используем оператор. Блок зелёного цвета. Который нам позволит получать случайные числа. Координата Х у нас должна быть нечёткая. Яблоко нечётко в одном месте будет появляться, а в разных. Поэтому мы используем блок. Выдать случайное число от единицы до десяти. Только здесь укажем цифры. Минус сто тридцать. И сто тридцать. Это примерный диапазон ширины дерева. Так. Затем Y у нас будет. Давайте поставим 40. Чтобы код мог дотягиваться. Ставлю 40. После этого. Когда клон появится. Что он делает? Он ждёт пока его коснётся код. Чтобы исчезнуть. И начислить ему очки. Есть такой вот блок. Блок управления. Ждать до. Его берём. Затем пока мы здесь. Возьмём блок. Удалить клон. Тоже в блок управления. Самый последний блок. То есть дождался пока его код соберёт. И мы клон прячем. Яблоко данное прячем. Сейчас нам нужен сенсор. Нам нужно определить что яблоко коснулось кота. Это голубого цвета. Блоки. Берём блок. Касается указатель мыши. И меняем указатель мыши на спрайт 1. Это код. Давайте проверим. Запускаем программу. Посмотрите. Начали создаваться яблоки. В случайном месте. То есть каждые 5 секунд создаётся новое яблоко. Подпрыгиваем. Собираем. Ещё одно яблоко создалось. Ещё одно. Так. Видите. Да. Яблоки появляются. Программу сейчас отключу. Вот. Исходное яблоко давайте спрячем в левом верхнем углу. Там же кстати спрячем и ёжика. Вот. Ёжика потому что мы тоже будем клонировать. Теперь яблоки собираются, но очки не начисляются. Создаём переменные. Это оранжевого цвета блоки. Переменные. Кнопочка создать переменную. Нажимаем. Пишем. Счёт. Жмём ОК. Теперь в начале игры счёт должен быть 0. Перетаскиваем блок. Задать моё переменное значение 0. Это мы сейчас работаем с яблоком. Обратите внимание. У нас выбрано яблоко. Программу пишем для яблока. Значит. После блока, когда флажок нажат, ставим задать моё переменное значение 0. Только моё переменное меняем на счёт. Затем, когда яблоко сорвано, ставим блок изменить моё переменное на 1. Ставим перед блоком удалить клон. То есть, прежде чем яблоко исчезнет, оно начислит одно очко. Опять же, меняем моё переменное на счёт. Проверим, как это работает. Запускаем программу. Сейчас, видите, в левом верхнем углу счёт 0. Появилось яблоко. Собираю. Счёт 1. Появилось ещё яблоко. Собираю. Счёт 2. Собираю. Счёт 3. Счёт 4. Всё. Работает. Теперь, чтобы игра стала интереснее, нам нужно сделать, чтобы были противники. А это у нас ёжик. Переключаемся в правом нижнем углу на ёжа. И пишем ему программу. Она будет похожа на программу для яблока. Вначале. Значит, у нас будет событие, когда флажок нажат. Затем повторять всегда. Затем также в оранжевый блок берём создать клон самого себя. Так. И будем с интервалом. Кстати, ёжики пускай появляются неожиданно. То есть не так, что каждые 5 секунд новый ёжик. Мы будем их создавать где-то в пределах от 6 до 10 секунд каждый новый ёжик будет появляться. Для этого берём операторы зелёного цвета блоки. Блок выдать случайное число от 1 до 10. Изменим. От 5 до 10 поставим. От 5 секунд до 10 секунд. Вот. Интервал появления ёжей. Теперь дальше программируем ёжика. Управление. Когда я начинаю как клон. Что у нас будет делать клон? Клон у нас должен перейти в левый нижний угол экрана. Это синего цвета блоки. Движение. Перейти в x, y. Так. И координаты давайте я вам подскажу. Это минус 270 и минус 130. Это левый нижний угол экрана. Вот. Перешли в левый нижний угол экрана. Затем в цикле заставим его идти. Повторять всегда оранжевого цвета блок и синего цвета блок. Идти 10 шагов перетаскиваем. Только у нас будет идти не 10 шагов, а идти 2 шага. А то будет слишком быстро бежать. Так. Когда ежик касается кота, игра должна заканчиваться. Для этого еще раз перетаскиваем переменную. Когда я начинаю как клон. Это управление. Так. Когда я начинаю как клон. Там же в оранжевых блоках есть блок ждать до. И тут же берем стоп все. Три оранжевых блока. Нам закончат игру, когда ежик коснется кота. А определим мы это сенсорами голубого цвета блоки. Касается указатель мыши берем блок. Только указатель мыши мы меняем на спрайт 1. Вот когда теперь ежик касается кота, игра заканчивается. В принципе программа готова. Давайте проверим. Запускаю программу. Так. Вот побежал уже первый ежик. Нужно от него увернуться. Вот. Я подпрыгнул, но увернуться не смог. Все. Игра закончена. Счет 0. Запускаю еще раз. Так. Выключаю. Мой котик слишком высоко. Запускаю игру. Так. Вот кстати. Соберу яблоко за одно. И увернусь от ежика. Так. Счет 1. От первого ежика мне удалось увернуться. Снова собираю яблоко. Так. Все. Увернулся. Счет 2. Сейчас попробую в одном прыжке две. А нет. Одно яблоко только собрал в третьем прыжке. И упал на ежика. Все. Счет 3. Игра закончена. Но вот видите. Котик бегает. Яблоки собирает. Счет увеличивается. Испопадает на ежа. Игра заканчивается. Давайте посмотрим это на большом экране. В правом верхнем углу есть такая пиктограмма. Чтобы увеличить на весь экран. Играть. В полноэкранный режим. Игру в полноэкранном режиме. Кстати. Стоп. Стоп. У меня кучка слишком высоко. Так. Еще верну его на место. Программу отключу. Запускаю игру. Появился первый ежик. Вот у меня код. Смаживает немножко. Потому что. Яблоки. Смеляются. Вот игра. Экранный режим. Яблоки. И попробую сделать все. Вот. Сейчас я еще раз покажу какие у нас блоки. Есть. Игрой включаем. Вот такие у нас блоки. Для кота. Это прыжок. Это движение влево вправо. для яблока это создание клонов и перемещение клонов в нужное место и ожидание пока его соберет кот для дерева программы никакой нету для ежа вот такая программа это когда флажок нажат флажок не отрисовался мы создаем клона перемещаемся в левый нижний угол когда начинаем как он и идем тихонечку до правого экрана и затем когда кон касается кота мы выключаем игру стоп все блок вот такие блоки вот такая программа на этом все до свидания